Библейский портал экзегет.ру представляет Два царства, северное и южное. С севера еще нависают арамейские правители Дамаска. Вот все они в разных сочетаниях воюют, друг с другом мирятся. А как просто людям жить в этой ситуации? Ну вот отчасти восьмая глава об этом. Елисей велел той женщине, сына которой он воскресил. Я напомню, что эта история была и довольно подробно рассказана о том, как некая женщина принимала его у себя. Потом он, во-первых, ей пообещал, что родится сын, чего она уже не ждала после многих лет бесплодия. А во-вторых, когда он умер, естественно, родился сначала, но потом заболел и умер, еще будучи совсем маленьким, он его воскресил. И это такая история вот о том, как очень простые вещи, они тоже входят в круг внимания пророка, который одновременно говорит с царями о войнах. Но он заботится об этой семье. Итак, велел той женщине, сына которой он воскресил, уходи отсюда вместе со всем семейством и живи пока где живется, ибо Господь наслал на эту страну голод на целых семь лет. Та женщина поступила, по слову Человека Божьего, отправилась вместе со всем семейством на семь лет жить в стране филистимской. Вот филистимы не вечные враги израильтян, но понятно, что в ситуациях вроде голода или еще какой-то опасности для жизни выбирать особенно не приходится. По прошествии семи лет та женщина вернулась из страны филистимской и пришла к царю попросить назад свой дом и свое поле. Ну, понятно, семь лет они не пустовали, очевидно, недвижимость, и, судя по всему, семья была достаточно богатая, то есть это не какая-то лачуга там на окраине, а хороший дом, хороший участок. Царь говорил тогда с Гехази, слугой Человека Божьего, ну, то есть Елисей есть, он велел ему, расскажи мне о всех великих чудесах, которые совершил Елисей. И как раз когда тот рассказывал о воскрешении мертвеца, пришла к царю просить о помощи та женщина, сына которой воскресили. Гехази сказал, господин мой царь, вот женщина, сына которой воскресил Елисей. Царь и спросил об этом женщина, она все ему рассказала. Тогда царь назначил одного евнуха, чтобы он вернул ей все, что ей принадлежало, включая урожай с ее поля за все время ее отсутствия. Упущенная выгода, да, значит, кто-то собирал, видимо, этот урожай, и очень похоже, что государство на самом деле забрало себе эту недвижимость в казну, потому что иначе как, собственно, царь вернет. Зачем этот маленький эпизод? А вот смотрите, оказывается, что восстановление справедливости, возвращение собственности человеку, это не менее важная вещь, чем воскресение мертвецов. Ну, для нас это, конечно, совершенно разные события. Одно дело, какой-то там, знаете, договор о передаче собственности, и мы прекрасно знаем, как часто с этим связаны всякие махинации. В общем, это все очень земные вещи. С другой стороны, воскрешение мертвеца. Но для Елисея мелочей нету. И вот, может быть, один из главных уроков пророков, которые даны нам вот в этой книге, как раз о том, что и глобальное, и семейное, они одинаково важны, потому что жизнь человека, она очень цельная. Да, в ней не должно быть каких-то вот великих проектов и жизни в повседневности, как придется. Елисея отправился в Дамаск. Вот еще он ходит по всем этим царствам более-менее свободно. Его уже там везде знают. У нас же была история про Наомана, полководца из Дамаска, который, не будучи, естественно, израильтянным или иудеем, пришел к Елисею за исцеление. Арамейский царь Бен-Хаддад был тогда болен. Ему сообщили, что туда пришел человек Божий. Царь Велихазаэлу, одному из своих приближенных, возьми с собой подарок, иступай к человеку Божьему, чтобы спросить у Господа, выздоровели ли я от этой болезни. Ну, интересно, что обращаться к Богу они в данном случае совершенно не собираются, но информацию получить всегда полезно. Да, то есть, так очень часто человек смотрит там гороскопы, какие-то предсказания будущего, что-то еще. Ну, и почему бы там не посоветоваться с каким-нибудь пророком Божьим, да? Хазела отправился навстречу Елисею, взяв с собой подарок. Что только было ценного в стране Дамаска, и нагрузили на 40 верблюдов. Такой маленький сувенирчик, да? Ну, потому что речь вот о жизни царя. Так он предстал пред ним и сказал, сын твой Бен-Хаддад, царь Рамейский, послал меня к тебе спросить, выздоровеет ли он от своей болезни. Отвечал ему Елисей, ступай, скажи ему, что выздоровеет, только открыл мне Господь, что он умрет. Интересный разговор. Почему же он обнадеживает человека? Ну, мы узнаем скоро из повествования, как это будет. Но вот как это бывает, да, обращаются к пророку или вообще к какому-то человеку с неким авторитетом, с сознанием, для того, чтобы получить ответ на свой конкретный простой вопрос. А он может дать ответ на гораздо более серьезный вопрос. Пристально смотрел на него человек Божий так, что тот смутился. А сам он заплакал. Хазаил спросил господину, от чего же ты плачешь? Тот отвечал, знаю я, какие беды причинишь ты израильскому народу. Укрепление их ты сожжешь огнем. Юноша их ты погубишь мечом. Детей их порубишь на куски. А беременным женщинам вспоришь животы. Вот представим себе, да, пришел к нему с дарами, с почестями представитель иноземного царя. И тот ему вдруг такие слова говорит. И при этом не отказывается с ним разговаривать. Понятно, если бы он сказал, ты там такой мерзавец, я с тобой даже говорить не буду. А здесь он отвечает на вопрос, но одновременно рассказывает, о чем тот и не просил. Хазаил ответил, да кто я такой, твой раб и пес, чтобы совершить такие великие дела? Елисей отвечал, открыл мне Господь, будь тебе царем над рамеями. Так он ушел от Елисея, вернулся к своему господину. Тот спросил, что же ответил тебе Елисей? Он сказал, господин говорит, что ты будешь жить. А на следующий день он намочил покрывало и накрыл им лицо царя, и тот умер. И воцарился Хазаил вместо него. Ну, то есть он бы выздоровел, если бы его не убил, тот самый его приближенный. Обычная история про языческие царства, кстати, и про северно-израильское. Периодически мы читаем подобные истории заговоров. И Елисей отвечает на вопрос заданный, да. Но вместе с тем он рассказывает обо всем целиком, рассказывает всю эту историю. На пятый год царствования в Израиле Юрама, сына Ахавы. В Иудее выцарился другой Юрам, сын Юхушафата. Вот северно-южное царство, у них даже цари часто с одними и теми же именами, потому что имен ограниченное количество. Когда он выцарился, было ему 32 года, и 8 лет он правил в Иерусалиме. Он вступал по пути царя Израиля, как делал то же, что и дом Ахавы, и дочь Ахавы была ему женой. Имеется в виду языческие культы. Ахав стал таким образцовым языческим царем, да, северного царства. Образцовым в смысле образец нечестия и всяких безобразий. Тот самый царь, с которым пророк Илья чаще всего вступал в противодействие. «Были его поступки злом в очах Господа, но Господь не пожелал губить Иудею ради слуги своего Давида. Как обещал он ему, не угаснет свет его потомства во все дни». Вот, смотрите, у нас два царства. И южное царство, которое отдельно от северного, тем не менее, может вполне подражать царям северного в отношении своего поведения. И это, в общем, более частая картина. Вот явно, что автор, он из южного царства, да, и в ситуации довольно жесткого противостояния, тем более, когда северное царство – это сепаратисты, это отделившееся царство, да, оно отделилось от законной династии Давида, и вполне естественно ждать, что он будет описывать северных царей как плохих, а южных как хороших, наши и не наши, да. Но он описывает с точки зрения того, как эти правители относятся к завету с Богом, как они исполняют его волю, а не с точки зрения, кто из них наш, кто не наш. Ну и такие всякие примечания. Все-таки эта история тут не только богословские идеи. При Юраме восстали и дометяне. И дометяне – дом, окрестный народ, который при Давиде был подчинен. Отложились от Иудеи, поставили себе царя. Юрам пошел на Цаир вместе со своими колесницами, очевидно, их столица. Ночью он отразил нападение дометян, окруживших его вместе с колесничным войском, но войско его разбежалось по своим шатрам. Так и дом отделился от Иудеи вплоть до сегодня, а в то же время восстала и Ливна. Ну вот империя Давида начинает разваливаться. Видимо, эти связи были не очень прочными, да, и при любом ослаблении центральной власти регионы спешат от нее отделиться. Прочие дела Юрама, которые он совершил, записаны в летописном свитке царей иудейских. Юрам приложился к праводцам, был похоронен с праводцами в городе Давидово. Вместо него воцарился его сын Ахазия. На 12-й год царствование в Израиле Юрама, сын Ахавы, и в Иудеи воцарился Ахазия, сын Юрама. Естественно, другого Юрама. Я понимаю, что эти имена уже звучат какой-то сплошной бессмыслицей для читателя. Когда он воцарился, ему было 22 года, и один год провел он в Иерусалиме. Имя его матери была Аталия, дочь умбрицаря израильского. Он ступал по пути дома Ахава, тот самый дом Ахава, который образец язычества. И были его поступки злом в отча Господа, как и поступки дома Ахава, с которым он породнялся в браке. Он отправился вместе с Юрамом, сыном Ахавы, на войну с Хазаэлом, царем Арамейским. Вот оба царства против Арамеев. Ну и вот эти цари, которые воюют с внешними врагами, но которые вместе с тем вовсе не несут с собой чего-то хорошего, как пророк Елисей и его сторонники, его соратники, его ученики к этому всему отнесутся. Об этом 9 глава.